Центральная мечета в нашем городе летом на протяжении 1-2 месяца, вот уже в течение 7 лет, имам объединяет Иша-намаз с Магрибом. Говорит, чтобы было легче для работающих инвалидов и пожилых людей, потому что время Иша 23.44, а фаджи 3.50. Некоторые следуют за имама, а некоторые делают только Магриб, уходят, а другие предстоит. Это результаты бывают разделения умы. Чеха, знайте подробнее на видео, ради Аллаха, можно ли так делать, как и в каких обстоятельствах, если да, про клоуфикум. Месяц совмещать намаз, или же 2 месяца, каждый год, это не является дозволенным, это запрещено. Это не дело ни пророк, ни его сподвижники. Намаз совмещать можно сафари, намаз совмещать можно, когда дождь идет. Намаз совмещать можно, когда человек болеет. А без никаких причин, чтобы легче было, хорошо было, 2 месяца совмещать, это не говорит из 4-х имамов никто. Можно совмещать, когда человек попадает в трудности. Нету положения ему вовремя совершить намаз. Например, пожар тушит, не может остановиться. Или же что-то такое, невозможно отложить, или человек больной, или раненый, он в больницу довозит, если остановится молиться, он может ухудшиться положение этого больного. В этот момент он может отложить намаз или совмещать. А так просто, без никаких причин, чтобы облегчить людям совмещать, это не является ни сунний пророк, это является запретным. Это одна из достовернейших сборников хадисов в сунницком учении. Это Сахи Муслим. Итак, открываем страницу 244. В этом данном издании Шарикет-Льгутс. Открываем страницу 244. Страница 244, предание под номером 705. Итак, что в этом предании говорится? В этом предании, которое передается от Ибн Аббаса, говорится Ибн Аббас говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейху 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 ассалам, читал дневную Зухр и Аср, читал вместе, и также Магриб и Иша, читал вместе, не находясь в пути и не испытывая какого-либо страха, без какого-либо страха. То есть не было ни страха, не было ни путешествия, не находились мусульмане в пути, но при этом читали эти молитвы вместе. И также обращаемся к странице 245. И еще одно предание, которое передается от Ибн Аббаса, и в котором говорится следующее, обратите внимание. Ибн Аббас сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейху 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 а страха, не было никакого страха, никакой угрозы не было, и также не было дождя. Вне дождя, вне путешествия, вне пути и вне страха, посланник Аллаха объединял Зухр Аср и Магриб Иша. И обратите внимание, тут целая глава, целая глава в этом сборнике, сборнике Саги Муслим посвящена объединению молитв, целая глава посвящена объединению молитв, где приведено огромное множество преданий, с двумя из которых мы ознакомились. А это перевод, это русскоязычная версия Саги Муслима, и здесь также под тем же номером, под номером 705, на странице 153 приведены эти предания. Итак, страница 153, глава о совмещении молитв для находящихся в своем населенном пункте, то есть для тех, кто не находится в пути, не находится в путешествии. Итак, передается от Ибн Аббаса, сказавшего, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям, исполнял после полуденную и предвечернюю молитвы вместе, а также вечернюю и ночную молитвы вместе, когда не было причин для страха и не в путешествий. Это хадис под номером 705, 0. И также на странице 154, на странице 154, предание под номером 706, 2, в котором также говорится, ибн Аббас от Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, алейхи ва алейхи ва алейхи ва салям, совмещал полуденную и предвечернюю, вечернюю и ночную молитвы, находясь в Медине, когда не было ни дождя, ни причин для страха. То есть находясь в Медине, когда не было ни дождя, ни причин для страха. А без никаких причин за то, чтобы легче было, хорошо было, два месяца совмещать, это не говорит из четырех имамов никто. При этом обратите внимание, в этих преданиях неоднократно говорится о том, почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, объединял эти молитвы. Ибн Аббас говорил, он не хотел причинить неудобства кому бы то ни было в его общине. Он просто не хотел причинять неудобства. Для удобства своей общины его святый посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, объединял молитвы без какой-либо на то причины. Без какой-либо на то причины. Не находясь ни в путешествии, ни в страхе, ни в дожде. Просто без причины для удобства своей общины он объединял эти молитвы. И эти слова Ибн Аббаса повторяются неоднократно. Он желал не причинять неудобств его общине. Он желал не причинять неудобств его общине. Эти слова повторяются Ибн Аббасом постоянно из предания в предание. Или вот, обратите внимание, он хотел не беспокоить свою общину. Чтобы не беспокоить свою общину, объединял молитвы без причины. Или же в другой, в другом хадисе, в другом предании. Он хотел не тревожить свою общину. Он хотел не тревожить свою общину. То есть, таким образом, мы видим, что в предании ясно и недвусмысленно говорится, в достоверном предании Исаии Бухари говорится ровно обратное тому, что говорит Костехский. Таким образом, возникает резонный вопрос. Если все четыре суннитских имама запретили совмещать эти молитвы вне дождя, вне страха и вне путешествия, то на основе чьей сунны эти четыре суннитских имама издали свои фетвы. Если сам посланник Аллаха, находясь в Медине, не испытывая никакого страха, без какой-либо угрозы и без дождя совмещал эти молитвы. Если посланник Аллаха совмещал, то на основе чьей фетвы, на основе чьей сунны эти четыре суннитских имама запрещали совмещать и запрещают эти четыре мазхаба совмещать эти молитвы. Вассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракату. Это не является ни сунни пророком, это является запретным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok